Девушки отдыхают Ну, скажи, крутой малыш Просто мечта Понятно, почему ты хотела его вернуть Он меня дополняет Ну, как оно? Заходи Нет Все мои проблемы Эти заговоры Все из-за тебя Ты же знаешь Я все потеряла Из-за тебя Не надо орать Повторяю еще раз Научись сама решать свои проблемы Иди нахуй Не советую с ней связываться Бестия Есть разговор Все в порядке Ты не знаешь Как тебя зовут? Я Ви И что тебе от меня надо? Ви Да Это она Столько лет прошло Ты только посмотри Сидит себе на диване в посмертии Сейчас аккуратно Она тебя насквозь видит Говори как есть Это девица Отчего она выписалась? Ее спроси Наверное, рыдает где-нибудь тут в углу Мне нужна помощь Хочу кое-кого найти Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана Он из Иросаки Секунду Андерс Хельман Пробьешь мне его? Ха, спасибо Рано благодаришь Во-первых, моя помощь не бесплатная А во-вторых Все эти люди Декстер Дешон Джеки Уэллс Типак Я о тебе много слышала, Ви Ты буквально идешь по трупам Скажи, может тебе просто не повезло? Узнаю, сучка Спроси ее про Росака Тауэр Как меня подстрелили у нее на глазах Хочешь зачитывать некрологию? Серьезно? Окей Как скажешь Джонни Сильверхенд Погиб в Росака Тауэр Прямо у тебя на глазах Мне продолжать или Поговорим серьезно? У тебя железные яйца Не лучший аксессуар Но тебе даже идет Но меня чувствами не проймешь С чувствами я давно завязала Дело есть дело Нужна моя помощь Выкладывай Эдди Ага Ага А если у меня нет денег Что, скажешь, выметайся? Нет Скорее возвращайся, когда деньги будут Такие правила Угу Ну тогда До скорого Ты знаешь, где меня найти Должно хватить Угу Приходи, завтра поговорим Слышь, работа нужна? Я к Бестии Она меня ждет Привет, это снова я Что там с Хельманом? Два, пожалуйста Освободи место Садись Надеюсь, ты его нашла? Такую целеустремленность редко встретишь Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти Этого я тоже давно не слышала Бутылку оставь Не стесняйся Можешь угощаться Твое здоровье Твое здоровье Оно тебе понадобится Спасибо, Никс Королева по смерти Кто бы мог подумать? На, держи щепку На ней много всего интересного И она поможет? Знаешь, Бестия была та еще бесчувственная сволочь Но она всегда доверяла чутью По-моему, ты прошел ее проверку Посмотрим, что ты нарыла Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости Зато он засветился в секретных файлах Цзянь-Ти Это дочка Кантао Китайской корпуси Это кефиговый листок Кантао проводит через нее разные деликатные операции Понимаешь? Его готовят к переброске Откуда ты знаешь? Имел дело с китайскими корпорациями Это у них называется фокус с голубем Это расшифрованный маршрут Ближайших конвоев к Кантао Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою Одно Ави, поддержки с земли нет Накладных на товар тоже нет Странно Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации Если хочет продать что-то из-под полы Но, глянь загруженность Которую вбили в систему Слишком малый вес Груза на борту нет Зато смотри, какой шикарный список пассажиров Охрана Кантао плюс какой-то вид Угадай, откуда перевозка Из Центива Это Хельман И это хорошие новости Сейчас начнется Это все засекреченная информация Тебе всегда ее по первому чиху скидывают? Я знаю, где искать И кому выкручивать руки Я вообще не люблю тратить время Особенно на глупые вопросы А что за плохие новости? А плохие новости их место высадок Видишь? Все это Воздушное пространство Найт-Сити Понятно То есть нам тут же отвесит люлей Дублестная полиция А здесь уже слишком близко Кантао Стоит нам косо посмотреть на Ави Они сразу отправят своих амбалов Зато вот тут Равнина Джексона Узкий коридор между Найт-Сити И территорией Кантао Сегодня тебе везет Мертвая зона Там я его и возьму Тебе нужен кто-то из местных Чтобы организовать весь движ И подогнать технику Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави Я о нем слышал кое-что Предыдущие модели летали во время войны Эти мамонты очень быстрые И с защитой у них все в порядке Лезть к ним бессмысленно Даже с хорошим оружием Все равно ничего не выйдет Речь не про оружие, а про способы Есть люди, которые их знают Или, по крайней мере, умеют импровизировать Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну Панам Палмер У нее терки со своим кланом Но она настоящий кочевник И знает те места Вот она тебе и поможет У нее не будет выбора У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе Для нас обоих Ну, а за такую цену ничем больше Тебя обнадежить не могу Это мой единственный шанс Добраться до Хельмана Понимаю Хозяин барин Ви, тут что-то не так Странно Мне казалось, кочевникам Нахер не упали ни города, ни их жителей Все зависит от клана От их связей И от того, как дерьмова им живется В целом, ты прав Альдекальда редко имеет дело с городскими У Панам другое мнение Вот-вот И не только об этом Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох Большой подвох Панам иногда перевозит для меня товары А в последний раз Все пошло не по плану Она прокололась Мягко говоря Провалила всю операцию Потеряла товар и машину Она сделает все, чтобы вернуть груз Для нее это вопрос чести Ладно Я могу ей помочь Но мы же не знаем, где искать Знаем Я знаю Ты знала, но не сказала Панам Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки Моя работа Замечать расклады И использовать возможности Допустим, я ей обо всем расскажу Что она сделает Конечно, схватится за ствол И начнет играть в святую месть Финал немного предсказуем Я огорчаюсь Когда хорошие исполнители Дохнут по глупости То есть я для нее единственный шанс А она для меня Две пешки на доске бестий Ты быстро учишься Для пешки Эх, Ви Окей Расскажи, что ты знаешь Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки Ридж Панам знает где Езжай туда и верни товар Тачку тоже Сначала, конечно, свяжись с ней Я пришлю тебе контакт Да уж, наконец-то Пойдем уже отсюда Все ясно Спасибо Удачи Подожди еще немного, пожалуйста Рибер сейчас приедет Меня сейчас вырвет Алло Привет, Панама Это Ви Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? От бестий Круто Заебись Во что еще эта старая сука меня втянула? Не знаю, что у вас бестий И знать не хочу У меня для тебя дело Очень рада Но у меня пока тоже дел хватает А груз и машина? Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь Товарный склад на Банита-Стриль Который на выезде из города Встретимся там До встречи Эй Привет, Панам Ты Ви? Где моя тачка? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая Я спросила, где моя тачка Узнаешь, если согласишься мне помочь О, ну охренеть Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина Охуеть вообще С тобой всегда так сложно Только когда меня пытаются накормить говном с лопатой Говори, где машина И что дальше? Я тебе скажу А ты типа пойдешь и со всем разберешься? Тебя это волновать не должно Ясно? Эй, тише Успокойся Ты мне не указывай Хорошо Смотри Я знаю, где груз И твоя машина Но В одиночку ты их не вернешь Все это слишком рискованно Так что Давай договоримся Чего ты хочешь? Надо сбить транспорт Кантао Будет непросто Мне надо знать, потянешь ли ты Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантао будет пролетать над равниной Джексона Это вроде как хорошо Ха, да не то чтобы На борту будет один тип Он-то мне и нужен Да блять А потом Я тебе скажу, где товар И помогу его вернуть Ну Как тебе план? Ну не знаю Я Черт Ладно, идет Только у нас ничего не получится Если мы не вернем мой Тортон Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним С такой тачкой я могла браться за любые перевозки А без нее мне только пиццу доставлять И то Машина в руки Риджи Как я понимаю, ты знаешь, где это Там и твоя тачка, и товар Нэш Я тебя выебу и высушу Сраный ты мудила Нэш твой чумба Это он тебя подставил? Ты его так не называй Хорошо Напарник Бывший напарник Херовая история Этот сучок меня кинул Зажал мою машину и товар Теперь собирается загнать все сам в руки Риджа Но его ждет горькое, блять, разочарование Ну, поехали в руки Ридж Погодь Мне сначала надо подумать Черт Да Нам нужна подмога Завернем по дороге кое-куда Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику Пусть пока помаринуют этого мудилу Она хочет с ними договориться со спиной убийсти? Смелая девочка Или тупая, как пробка? Привет, босс Нэш хочет передать вам груз в руки Риджа Правда, я об этом узнала задним числом Босс, я с ним разберусь Только дай мне шанс Босс, ну ты че? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь После заката? Окей Нет, встречу не отменяй Просто не приезжайте, я разберусь Ты еще спрашиваешь? Само собой Спасибо, босс Ты не пожалеешь Все Мне дали время Кто такой этот босс? Надеюсь, с ним не будет проблем Босс, честный мужик Шестой улицы Берешь заказы у банд А что, нельзя? Бандам нужны курьеры А мне нужны деньги Как всем Ну Куда теперь? В лагерь Аль-де-Кальдо Надо повидаться кое с кем Из моего клана Да не то, чтобы этому рада Не твое дело У меня остались там друзья Я знаю про твоих друзей Бестия сказала, вы не особо ладите Ну раз бестия сказала Значит так и есть А что, нет? Хочешь меня выбесить? Ладно, молчу Это временно Мы по-прежнему семья То есть, все сложно Да, можно и так сказать Думаешь, они нам помогут? В руки Риджи Я надеюсь Ладно, поехали Садись Клевая тачка Просторная Практичная Заткнись Пожалуйста Далеко этот лагерь? Прямо за городом По девятому шоссе И на восток Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился Освежители Детское кресло Шли в довесок Ты же знаешь Что я не про тачку А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить Напарника Который меня наебал И слился Что моя фиксерша Выставила меня дурой Ты сам-то На кой черт тебе сдался Этот хер из Ави? У него инфа Которая мне нужна А у меня не так много времени Чтобы ее достать А чего ж она мне не сказала Что знает про Нэш Бестия? Вообще без понятия О чем она думала Какая же она мерзкая баба Бестия королева по смерти Мы для нее просто пешки Ты меня назвал пешкой? Она не простая тетка Она пробилась наверх Потому что разбирается в людях А если она и не договаривает Это часть ее профессии А по мне она просто Двуличная сука Ты в курсе Что она поставила Меня работать со стилетом? Что, наш стилет? Ага Он из духов Это самая крупная банда Стилетов в округе Знаешь же про них? Это кочевники Которых выгнали из кланов? Обычно, да Кочевники не выгоняют Своих ни за что Выгоняют убийц Насильников Извращенцев Они собираются в группы Иногда в банды За голову большинства из них Назначена награда Круто Эта сука поставила меня С таким дерьмом работать Может у нее были причины? Да ладно Да эта сука рта не раскроет Пока не просчитает Что ей выгоднее сказать А что скрыть? Ох ты Кого пыльная буря принесла Это Мираж Или у меня Белочка начинается? Да идите нахер Ну-ну А это кто? Нянька моя Ви, это Скорпион и Мич Мои старые друзья Если б ты не потеряла машину и товар То и без няньки бы обошлась Заткнись Реально что ли? Неужто твой тортик отправился на помойку? Размазал его ужасной Найт Сити Да нет Его сперли Ого Кто посмел? Неважно Я скоро его верну Поэтому и пришла Нам нужна помощь Какая помощь? С чем? Стилеты наебали по нам Мы хотим объяснить им Что так делать нехорошо Все настолько плохо? Иначе я не стала бы слушать Ваши тупые подъебки Ты знаешь Мы всегда за тебя, сестра Но сейчас вообще никак То есть вы мне не поможете? А старик сказал нам сидеть тут Пока не вернем в строй генераторы У них батареи скопытились Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь Не в этот раз Мы нужны клану Блять Ну пиздец Вы будете сидеть тут Потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам Это не для Сола Это для клана Ты же понимаешь Слушай, из лагеря мы не выйдем Это без шансов Но про снаряжение Сол ничего не говорил Ладно, поняла Тогда я возьму твой карабин И своего по мелочи Бери, что хочешь Только будь осторожна Да уж, ладно, спасибо Сейчас гребу снарягу И больше вас доставать не буду У тебя остался только я Угу Ты расстроена? Да нет Скорее разочарована Привет, Панам Ты к нам надолго? Не, на пять минут Поболтаем в следующий раз Привет, Панам Ты привела новенького Сол уже знает? Ага, не твое дело Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей Которые могут пригодиться Бери Отлично Это все Поехали Вы с Солом Помирились? Ты возвращаешься? Панам Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли Честное слово Ну, мне пора Да, да Вали уже, давай Звони, если что Присматривай за ней, Ви Кидай в багажник Можем ехать Залезай А ты, похоже, не признаешь авторитетов Чего? Сначала Бестия, теперь Сол Он же ваш главарь Их главарь Ты вроде как хотела свинтить поскорее Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался Что случилось? Мы переехали в Калифорнию Только потому, что он обещал нашему клану перемены Говорил, что мы начнем с чистого листа Сам видел, чем все кончилось Парой палаток на куче песка Ну, пиздец, земля обетованная Я хотела чего-то другого Получше Сол просто трус Он скоро похоронит этот клан Я уверена Скорпион и Мич хорошие чуваки О таких друзьях можно только мечтать Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере На Соло и генераторы можно забить Но клан превыше всего Только я теперь сама по себе Они все еще считают тебя своей Вон как о тебе заботятся А у тебя как? Есть близкие? Не, пока что нет Но, может, скоро будет? Окей Эти ребята были в армии? Скорпион и Мич? Да Панцербой Были контрактниками на последней войне Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал Мич был в охране Им обеспечили самые крутые боевые импланты И кошмары до конца жизни Мне говорили, что Рокки Ридж Это пыльная дыра посреди ебаного ничего Жители или переехали в Найт-Сити Или просто куда-то свалили Вот ты уже почти все знаешь Местные ждали, что туда протянут автостраду Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить Но не срослось И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то тысяча Ехала я как-то по И-80 Остановилась после заката Когда машин уже не было И тут услышала Что? Как воет ветер в заколоченных окнах Как по песку шуршит перекати поля Так и умирают города Потихоньку Не с Громом А со Всхлипом Все Мы приехали Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами Времени в обрез будем импровизировать Сперва все осмотрим Может найдется что-то полезное Руки Ридж мертвее мертвого Все поломано Ничего не работает Ну что? Нашел что-нибудь? Тут ничего не работает Все отключено Мы это исправим Стилеты подъедут только после заката И тут их будет ждать сюрприз Надо только подключить питание Проверим вон ту подстанцию Окей Я нашел выключатели Но питания тут нет Неважно Спускайся Я знаю как удивить этих мразей Смотри Перекресток подключен к этой подстанции Правильно? На крыше распределитель Если включим свет Тут станет светло как днем Понимаешь к чему я? Пойдем по классике Старая добрая диверсия Она самая Во-первых Мы не знаем много ли их приедет Скорее всего целый табор Во-вторых Надо будет прорваться к моей машине Если они собьются в кучу У нас ничего не выйдет Тогда устроим на перекрестке Маленькое световое шоу Ага Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко Пускай поищут Кто это приехал такой Изобретательный Только сперва надо запустить терминал внизу Без него от распределителя никакого толку Пошли подключим его к аккумулятору от машины Живо заработает Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину С панелью вроде все норм Если в обход подрубить к источнику питания Должно сработать Останется только все раскочегарить Возьми кабель из багажника Попробуем завести от аккумулятора Красный подключен Погоди Надо тут наверху все подрубить Готово Теперь минус Прощай, старушка Ты нам хорошо послужила Все, ток есть Ключи питания внутри Там должен быть терминал А потом бегом на крышу Без проблем Я пойду на башню Оттуда перекресток видно, как на ладони Как только я подам сигнал Включишь электричество Ясно? Так точно Распределитель подключен Супер На перекрестке будет весело Пойдем на позицию А теперь ждем Не забудь включить питание Как только мы их заметим Как думаешь Откуда приедут стилеты? Думаю, с северо-востока С недостроенной магистрали Окей Прикрывай меня на всякий случай Конечно Едут На моем тортике Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться Попробуем сделать все по-тихому Если что, я начну их отстреливать Идет? Идет Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь Готовься Шоу начинается Да будет свет Зацепичи под тачки Он уводил их Девица с ракезом Норм примета Все, тир можно закрывать Сматываемся Подожди в машине Пересядь, я поведу Ладно, ладно Отдаю руль профи Наконец-то Ну, скажи, крутой малыш Просто мечта Понятно, почему ты хотела его вернуть Он меня дополняет Видишь Справились и без Митча, и без Скорпиона Не радуйся Еще не конец Нет Товар у тебя, машина у тебя Но я не получила Нэша Его не было в Роккеридже Этот мудак не приехал По нам Слушай, у меня есть план Нет Мы собирались найти машину и товар Мы их нашли Шестая улица ждет сигнала Твою мать! Послушай меня Я знаю, где у них нора Чуть дальше по старой недостроенной автостраде Они нас не ждут Я прямо уверена Ты просто хочешь вкатиться на их базу? Совсем кукушка поплыла? А у тебя есть другой план? Я слушаю Есть, представляешь? Мы завезем товар Шестой улицы И займемся Хельманом Как и хотели Я же обещала, что помогу Не беси меня своим ебаным Хельманом Ты типа крутой такой, да? Типа делаю только то, что в контракте? Пожалуйста Помоги мне достать Нэша Ладно Где там у них логово? Буквально за поворотом Спасибо Понимаешь, Нэш Я ему верила Он первый, с кем я начала работать после Аль-де-Кальда После переезда в Найт-Сити Я доверяла этому уроду Я тебя понимаю Правда Меня самого тоже однажды так предали Ты им отомстил? Не успел Кое-кто другой оказался быстрее А если бы успел? Ты бы отомстил? Конечно Без вариантов Скоро все кончится Ну что, вперед? Пизда ему Пошла жара Ну быстрее, ленивые жопы Что, сука? Ты что, думал я тебя прощу? Очень Привет, бестия Панал Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы Правильно? Нэш мертв Одна проблема решена Ты довольна? Угу Лишь его уже не доставят Но если вежливо попросишь Я, наверное, смогу помочь Помочь? Не заплатили вперед, дорогая Но спасибо за предложение Я уж думала Не забыла ли ты о делах Пока играла в Вендетту Сука Ну как? Стало легче? Ну, немного Поехали отсюда Бестия, конечно, сжет Напалмом Расчетливая, циничная сука А раньше была добрая и ласковая, да? Да хера с два Просто она забыла Как сама была на нашем месте Надо бы ей про это напомнить Привет, босс Товар у меня Эй, обижаешь Давай встретимся У мотеля Sunset Я знаю, что ты не шутишь Конечно, я приеду Все, встречу я назначила Добьем сделку И займемся Хельманом Идет? С шестой улицей точно не будет проблем? Я не первый раз для них вожу Всегда все было культурно Они должны понимать, как вести дела А что это за мотель Sunset? Проверенное место Недалеко отсюда Звучит неплохо Они здесь Говорить буду я Что-то не так? Нет В смысле, надеюсь, что нет Привет, босс Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться На твоем месте я бы ему больше не звонила Нет смысла А ты, девочка, не промах Уважаю А это кто с тобой? Бонус? Смотрю, чтобы никто не рыпался О, этот-то бычет побольше, чем Нэш, а? Ну, как видите А он прикольный Держите Товар первоклассный Ага Ну, порядок? Проверь счет, Панам Через пару минут он тебя приятно удивит Спасибо, конечно Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм Заслужила себе на чай Поехали Все нормально Ну что, пойдем выпьем? Стелетов выкосили Шестой улицы угодили Хороший день для Панам Палмер День еще не кончился Может, ты меня сейчас доведешь Привет, Ноа Привет Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стелеты? Нет Пока все тихо Они вернутся, конечно Но мы тут и не такое видали Что принести? Два брозов Пока все А что ты привезла для шестых? Что за грустта? А ты не видел? Балоперидол Лекарства для киберпсихов Они их продают? Ну да По своим каналам Подпольным клиникам И рипперам Ну Значит За твоего тортика Спасибо за все Напарник Еще одно Можно? Спасибо На здоровье Дай знать, если что будет нужно Слушай А ты хотела бы вернуться к Эль-де-Кальдо? Может не сейчас, но когда-нибудь? Даже не знаю С одной стороны, вне клана у меня никого нет Я даже не знаю Как без него жить А с другой? То я без своего клана Кем бы я стала, если бы жила в Найт-Сити? Ты можешь просто начать сначала Как я Пока у меня получается только сжигать мосты Ты про бестию? Нет, но спасибо, что напомнил Ви, как думаешь Смогу я начать с ней с чистого листа? Ну, похоже, она ставит на надежных людей Так что Вы договоритесь А стилеты Получается уже все? Да не переживай Они как тараканы Их не перетравишь Но пока можно выдохнуть Им надо прийти в себя Понять, что случилось Ну, ладно Переключаемся на мои проблемы Что насчет Хельмана? Я придумала план Но он пока черновой Не надо еще подумать И кое-что подкорректировать Потом обсудим подробности Проще всего было бы снять номера тут Недалеко и удобно Возьмемся за работу около полуночи Чтобы поменьше светиться Как тебе? А может, снимем одну комнату? Пожалуй У Ноа в каждом номере по две кровати Как раз сэкономим Я не это имею в виду Да? А что ты имеешь в виду? Ну Я рад, что мы познакомились Поэтому Я тоже рада, Билли Это мог быть очень тяжелый день Но благодаря тебе Все прошло хорошо Ну, может, мы Ну, как-то отметим это дело? Конечно, почему нет? Можем и отметить Но не сегодня Я просто падаю с ног Но мы возьмем одну комнату на двоих Только на эту ночь Пойду посплю немного Пойду посплю немного Доброй ночи М-м-м-м М-м-м М-м-м-м Тебе помочь? Нет, я уже заканчивала. После стилетов за руль страшно садиться. Как они, блядь, ездили? Ну что, так спалось? Нормально. А ты? Отдохнула более-менее? Тебе ночью кошмары снились. Ты кричал? Серьезно? Не парься. Мне не привыкать. Митч и Скорпион, когда вернулись с войны, орали во сне каждую ночь. Много месяцев. Что бы тебя ни тревожило, все пройдет. Будем надеяться. Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Ну, рассказывай. Ключ – это мы. Кусачки – это Ави. А отвертка – это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. Электростанция? Погоди. Ты хочешь использовать Эми? Яблочко. Только как? Мы же не сможем создать импульс такой мощности. Спорим, что сможем? Для начала мы заедем на станцию, заберемся в коллектор и возьмем управление в свои руки. Как только Ави будет в радиусе действия, пустим электромагнитный разряд. У них там вся техника поджарится. То есть двигатель, система навигации. И система коммуникации. Все нахрен вырубится. У них не будет шансов. Только не забудь, Хельман нужен мне живым. Постарайся не разнести это Ави к чертям собачьим. Да знаю, я надеюсь, он пристегнется. У меня есть одна идея, но даже если она сработает, мягкой посадки не получится. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпоратов? А не пофиг? Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп? Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? С чего это ты взял? Хотя нет. Погоди. Бестия, Нэш, стилеты... Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно. Предлагаю сменить, Тим. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. А мы что, играем в допрос? Да ладно, скажи. Зам директора по финансам Кавказа. Ну и что в этом странного? Он ехал в багажнике. В черном мешке. Труп? Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу. Сейчас приедем к дамбе, и там остановимся ненадолго. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтоб ты тоже мог ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Может, не будем тратить на это время? Будем. Разве что ты умеешь стрелять без поддержки и в движении. При этом в тебя лупят со всех сторон. И при этом ты еще во что-то попадаешь. Но мне почему-то так не кажется. Так что не выпендривайся. Просто делай, что я сказала. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком. Иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключился. Стой. Сначала диагностик. Черт. Все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься по нам. Это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай. У тебя, кажется, имплант с вирусом. Который сзади, на шее. Это не вирус. Просто вредоносная программа. Заебывает. Но жить можно. Мудила. Это как-то повлияет на калибровку? Посмотрим. Ну что? Была не была? Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага. И еще разок. Длинной очередью. Супер. Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Ага. А как будем снимать движущиеся цели? Пушка откалибрована. У тебя будет поддержка системы. Только следи, чтобы отдачей тебя с машины не унесло. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место. Оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпа» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня. Пятьдесят лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Ну, может, и так. То, что произошло, не могло не повлиять. Ты похож на меня больше, чем тебе кажется. Сам увидишь. Это работает в обе стороны. Может, это ты становишься похож на меня? Угу. Еще раз-два. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука – это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Станция обслуживает целый город? Честно? Да хер его знает. Ничего, скоро выясним. Антенны идут по всей магистрали. И если мы запустим цепную реакцию в коллекторе… То каждый из этих антенн выдаст мощный импульс. И Ави влетит, как муха, в паутину. Надо только ебнуть импульсом в нужный момент. Пошли ебнем. Когда приедем на станцию, ты перегрузишь систему, а я сделаю обвод для детонатора. Окей, перегрузи систему. Это я хоть сейчас. Надеюсь, там ничего сложного. Я прав? Вроде нет. Просто выкрутишь все на максимум и все. Или сильнее, если получится. Ладно. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете. Понял. Отлично. Поехали. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Просто ты придумала крутой план. С этой электростанцией, сетями, системами и импульсом. Ну так, главное, какой у тебя подход? Я действую по правилу трех Р. Это что вообще? Разведка, разработка, реализация. Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай три вещи. Сперва разведай, какие будут трудности и оцени свои ресурсы. Потом разработай план с учетом этих двух переменных. Возьми то, что есть, найди то, чего не хватает. Ну и, наконец, реализуй план. Все просто. Тебе надо придумывать принты для футболок. Три Р – это все, что нужно тебе для счастья. Ну, иногда еще пивка холодненького. Эти три Р ты изобрела? Не, куда мне. Узнала Вальде Кальде от Мичи и Скорпиона. Их научили этому методу на войне, а они уже вынесли его в жизнь. Он мне уже пригождался. И сегодня тоже пригодится. А если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать. А ты что думал? Я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Блядь, ну вот. А я уже почти поверил. С тобой не соскучишься. Ну что, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей. Я готов. Я готов. Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Класс! Это все? Да, но тупить некогда. Найди панель Ви! Я подключу детонатор! Давай! Блядь! Найди панель Ви! Терпим. Дышим. Черт! По нам! По-моему, мы переборщили! Жить будем! Классно? Все мигает, как ебаная новогодняя елка! Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум! Зашибись! Съебываем! Пока нас тоже не поджарило! Ви, уебывай, пока с чипом ничего не случилось! Спасибо за совет! А я только собирался разложить тут плед и позагорать! Уже крем для загорода стал! Следующий раз, Мо... Джонни! Джонни! Твою мать! Так, я в норме! Дельтуй отсюда нахер! Не все прошло гладко, но главное, что прошло! Что с детонатором? Он работает? Да, работает! Я думала, сигнал просядет, но нет! Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило! Нам вон на ту скалу! Оттуда должно быть хорошо видно антенны! Там подождем! Понял! На! Всегда хотел нажать большую красную кнопку! А когда нажимать? Я буду следить за радаром! По моему сигналу, ты пошлешь импульс! Они не поймут, что это было! И, кстати, да! Мы собираемся сжахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов! И как ощущения? Взрывы – это прямо то, что доктор прописал! Но ты прямо читаешь мои мысли? Вот я заметил! Тут тихо! Ни городского шума, ни голосов, ни запахов! Ничего нет! От ветра это ощущение только сильнее! Я уже и забыл, что такое тишина! Угу! Но насчет запахов я не уверена! Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине! Очень смешно! Лучше следи, когда появится Ави! А то пропустим еще! Вот оно! Летит с пасифики! Так, приготовься! Еще секунду! Еще! Давай! Бум! Готово! Черт, что такое? Супер! Просто супер! Супер! Просто супер! Попали! Панам! Двигатели еще работают! Они сейчас уйдут! Ничего, не уйдут! Нам надо их догнать! Минутку! Панам, ты что вытворяешь? Теперь догоню! А, теряет высоту! Ну все, им пизда! Поехали! Нормально! После такого уже не полетаешь! Они или сядут, или разобьются! Ты засек их? Прием! Ави без маркировки теряет высоту! Где ты? Это Мич Скорпион! Ничего себе какого хера! Заканчиваю все работы у генераторов! Езжай за ними, я скоро! Может батареи сами заработают? Мич Скорпион! Это Панам! Не трогайте это Ави! Повторяю! Не трогайте это Ави! Ага! Еду! Придется начать праздник без... Это Кантау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпораты. Черт! Меня не слышно! Импульс забивает частоту! Три сигнала на радаре! Троны! Да! Приготовься! Они хотят нас задержать! Кера Лысого! Мы должны добраться до Скорпиона с мечом! Банам! Проблема! Не стреляйте! Блять! Опять заела, что ли? Я посмотрю! Держись! Поедем на стопилоте! Заела! Вот сука! Они у нас на хвосте! Банам! Знаю! Гребаные защелки не открываются! Еще чуть-чуть! Банам! Да ничего со мной не будет! Вот так нормально! Еще часик протяну! Часика хватит! Упал! За этим холмом! Ну, одной проблемы меньше! Ах, сука! Банам! Все нормально? Долбаный рикошет! Ты как, жива? А то! Живее всех живых! Чувак, ты где? Ага! Алло, Скорпион! Истите дальше по открытому каналу! Вдруг до них не дошло, чтобы тут... Ебануться! Что-то случилось! Ты слышал выстрелы? Ви, с ними что-то случилось! Проверим! Вижу Ави! Вижу Ави! Ави! Скорпиона нет! И Митча! Просроченный! Ай, хуй с ним! Ви, подключись к дрону! Просканируем округу! Надо узнать, что творится! А нас не обнаружат? Я включу маскировку! Сканеры у них вырубились! Ничего, мы проскочим! Погнали! Подключишься к визору? Угу! Ви, если они добрались до Аль-де-Кальто, если Митч и Скорпион погибли, я... Знаю, знаю! Подключился! Беру управление! О, нет, нет, нет! Мне жаль Это твой клан? Аль-де-Кальто Да Все погибли Все Ви, а если... Спокойно, мы пока ничего не знаем Нас разъебут, если подойдем ближе Может, его убрать? Может Сначала надо туда добраться Митч! Он жив! Их взяли в плен! Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила! Это все из-за меня! На кой хер они поехали за этим Ави? Бараны! Наверное, Хельмана держат в Ави Смотри на установку Если подъедем близко, нас разнесут Блядь, тебя уже разнесли Что ты мне втираешь? Это царапина Мы разнесем гранатомет, тогда я попробую... Нет Ты ждешь в машине С такой раной только мешать будешь Что за хуйню ты несешь? Там мои друзья Слушай, я дам знать, когда разберусь с их артиллерией Тогда ты прикатишь и мне поможешь Идет? Да, так точно У меня есть винтовка Митча Постараюсь хотя бы прикрыть тебя отсюда Хорошая мысль Я пошел Так, все чисто Еду к тебе Открывай дверь Я тебя прикрою Давай! Не подходи! А ну-ка, отошли и бросили оружие Или я стреляю! Повторяю Бросайте оружие, быстро! Спокойно! Мы можем сделать так, что никто не пострадает Мы вызвали подкрепление Пиздец! У тебя последний шанс уйти живым Серьезно, давай договоримся С чего мне вам верить? По нам! Стреляй! Чувак, на тебя всем насрать Ты тут ни при чем Отпусти его И скажи мне, где ваш пассажир Я не знаю, куда его забрали Ни хрена! Врешь, сука! Ты не знаешь или не хочешь говорить? Дайте мне наладить связь Я позвоню своим И все узнаю Панам! Но только если Заткнись, сука! Блядь! Панам! Твою же мать! Террасе Ты как? Ерунда, поцарапали Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу Забей Пойдем отсюда Мы не успели отойти, Панам Они сразу перегруппировались Стали ракетами фигачить Я потерял всех Как всех? А Скорпион, он здесь? Митч? Митч! Он... Он жив? По нам, прости меня Я не успел Нет Нет Ты уверен? Нет Дерьмовая история Соболезна Жаль, что мы не успели Это были хорошие люди Прекрасные люди Они не должны были здесь погибнуть Я могла его удержать И я пытался Тебя бы он тоже не послушал Слушать было не в его духе Упертый засранец Раз вы были рядом Значит, тоже гонялись за этим ави Может, расскажете, зачем? Мне нужен пассажир, который летел в этом ави Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его На наших машинах Куда? На запад Их мало Небольшой отряд Охрана этого пассажира Они хотели связаться с базой Выходит, это вы их шиндарахнули импульсом? Да Пытались вас предупредить Но связи не было Если они забрали тачки Поедем по следам шин По нам, смотри Ситуация неприятная Но мне надо догнать Хельмана Ты обещала мне помочь Это еще в силе? Я всегда держу слово Мич Я найду этих тварей Обещаю Езжайте Я позову наших Тут есть чем заняться Я оставлю тебе тачку на всякий Только аккуратно с пушкой Она любит ломаться Возьмем байки Давай так Кантао явно ищут ави С того момента, как потеряли с ним связь Лучше поспешите По нам Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь Надо валить, пока сюда не прислали спасателей Слушай Насчет твоего клана Твоих друзей Я понимаю Правда Я тебе помогу отомстить Кантао Я их всех урою, Ви Всех до одного Я пойду с тобой До самого конца Знаешь что, Ви Ты хороший Ты помог мне с Нэшем Потом с Митчем Я у тебя в долгу Так что Найду я тебе этого Хельмана А, значит вот как Просто отдаешь долг? Нет Кочевники всегда помогают своим Так я теперь для вас свой Вольщен Поехали Надеюсь, они не слишком далеко Посмотрим Там начинаются следы шеи Поехали по ним Эти ребята были тут Так, поехали за ними Скорпион говорил мне, будет плохо в городе Он так хорошо тебя знал? Может даже лучше, чем я сама Он говорил, что когда вместо чертеет город Мы накупим консервов На Бодяжа в термосе Кофе с лиски И поедем, куда глаза глядят Он хотел уехать подальше Клево И я бы так хотел Да Только он погиб Почему так всегда? Почему везде сплошное дерьмо? Ну, слушай Всякое бывает Но ты-то жива И у тебя есть еще кое-какие дела Угу Как я могла забыть Тут только старый бетон Наржавые железки Если они хотели отсюда предупредить своих Их ждал большой сюрприз Осторожней Это одна из наших Из их машин Давай подъедем ближе Тут, наверное, больше можно не искать Хватит Тут никого нет Надо проверить, куда Кантау его забрали Скорей Ты была права Она сломалась Ее еще пытались как-то реанимировать Но масляный насос в дом Надеюсь, Мич связался с Альтекальдой А то с этими почхами Пару лишних минут это нам дало Но они все равно За ним приедут Не волнуйся Знаешь что? Что? Вот это и есть моя жизнь Выбираюсь из одной ямы с дерьмом Чтобы упасть в другую Еще кучу Панам И ведь, блядь, других тянул за собой Заебала Короче, пи Если я опять что-то просру Пни меня по жопе от души Что ты просрала? Просто пни Ладно, ладно, обещаю Следы ведут на холм К старой бициколонке Скорее всего, Хельмана увезли туда Окей Я тебя прикрою Ну-ка, завалим Патрули Они засели тут Ну да Хельмана они, наверное, где-то держат в заперти Блин, Ви, смотри Распределители выглядят нормально Не похожи на заброшку Они могли вызвать сюда новое Ави Ну, скоро увидим Я внутри Поняла Хельман должен быть тут Кто тебя послал? Эй, спокойно Нам надо поговорить Кто тебя послал? Юринопу Арасака? Ты меня увезешь? Загнали в угол И начал ныть Только в этот раз Ему никто не поможет Заткни его уже Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге Этот ловчила не знает, кого ему больше бояться Тебя или Арасаки Ничего личного Ты вроде собирался позвонить Такэмуре Когда найдешь Хельмана Да, точно Сейчас позвоню Не забудь, у тебя есть туз в рукаве Это Хельман Постарайся на этом что-то выиграть Такэмуре спас мне жизнь Ты помнишь? Потому что это было в его интересах Это все бизнес Ничего больше Он тебе неприятель Такэмуре Хорошие новости Хельман у меня Живой? Что он сказал? Живой, живой Только не слишком разговорчивый Я везу его в мотель Сансет Хорошо Я подъеду Не отпускай его Как скажете Пока Лучше вывезти его туда, где тихо Согласен Похоже, твои новые друзья прикатили Это он? Да, он Вытащи его и закинь на мотоцикл Сиди смирно А вот и кавалерия Мич вызвал кое-кого из Альдекалии Все чисто На дороге никого не было Но лучше тут не задерживаться И зачем он тебе? Мне надо задать ему пару важных вопросов Надеюсь, ты получишь пару важных ответов Сол Здесь мы закончили Все чисто Слышал, ты спас Митча Он и по нам Они оба мне помогли Надеюсь, он этого стоил Я пыталась связаться со Скорпионом Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла Я пыталась его удержать Круто Отворачивайся Делай вид, что меня нет А то у тебя всегда хорошо получалось Погоди По нам правда не виновата Помолчи Мы с тобой на брудершафт не пили Никто никого не обвиняет Ни в чем Да, конечно Это все из-за меня По нам помогало мне Если бы не я, Ави бы не сбили И Скорпион со своими парнями За ним бы не поехали Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальда Ты отвечаешь и за себя И за свой клан Независимо от обстоятельств Может, Панам нужно спросить тебя По-прежнему ли она Альдекальда? Просто охренеть Да не парься из-за Сола Он потом успокоится Да, мне все равно А ему далеко не все равно По нам Сол сказал ехать за вами Когда про все узнал Он волновался за тебя Понимаешь? Это он сказал? Слушай Может, вы с ним пока в контрах Но мы одна семья Для семьи Сол сделает все Только я уже не уверена Что я с вами одна семья Ты знаешь, что это так Возвращайся Понимаю Извини, что тебе пришлось на это смотреть У нас иногда бывают такие споры и драмы Но ничего, переживу И ты тоже Ну, старайся Не лезть на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити Я-то? Ну да, наверное Мне надо посидеть и подумать О разном Сол и Митч Они ведь правда считают тебя частью семьи Может, стоит дать им шанс? И все так просто Как и в любой семье Они на подлете У вас минута Валим Я тоже поеду Байк Скорпион остается тебе Осторожнее с ним Эй Где я? Что это за место? В мотеле В жопе мира А можно поконкретнее? Это не важно Тебе все равно отсюда не выбраться Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип Который ты сделал для Аросаки Хорошо Только сначала давай кое-что проясним Тебя прислал не Йоринобу, а Аросака? Нет Значит, у тебя ко мне предложение Если твой босс платит больше, чем Кантао Можем поговорить Меня никто не присылал У меня проблема, и ты поможешь ее решить Не понял А при чем здесь тогда биочип? Твоя железка пытается меня убить В рекламе, по-моему, об этом не говорили Если у тебя какие-то претензии Рассказывай подробнее У меня в голове конструкт Джонни Сильверхэнда Его нужно оттуда убрать Как Сильверхэнда? Его конструкт? Это невозможно Откуда у тебя этот биочип? Я украл его У Йоринобу Аросаки По заказу одной телки, которая потом меня кинула И ты решил, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было Потом я словил пулю в бошку И конструкт меня перезагрузил Я знал, что план Йоринобу провалится Кто бы мог подумать, что это будет именно так Уникальный прототип Аросаки буквально оказался на улице Сука, убери биочип из моей системы Это не так просто Я не понял сейчас Это же ты его сделал В чем проблема? Если ты говоришь правду То в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа Просто так его не вынешь Мой рипер сказал Ты что, показал биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Да я чуть не сдох Или ты что думаешь? Что я первым делом поехал сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... Разумный Агрессивный? Выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть? Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными То есть мертвыми? Да Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто Эта модель должна была остаться в лаборатории Прототип делали по приказу Сабура Арасаки Он лично с самого начала курировал весь проект Если бы не Юринобу, никто бы о нем и не узнал А если бы не ты, проект бы не завершился успехом Это настоящий прорыв Ладно, твой прототип работает Теперь вынь его из меня Ну-ну Мне надо на него посмотреть Ладно Невероятно Это похоже на... Жесть какая Этот пиджак будет нам помогать О боже Что, впечатляет? Как жаль, что я не смогу это толком изучить Да, очень жаль Не быть тебе подопытным кроликом Говори, что делать Мне очень жаль, но у меня плохие новости Твоя нейронная сеть полностью разрушена Она не сможет работать самостоятельно? Единственное, что я могу сделать Еее, давай поторгуемся Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции Там прекрасное оборудование Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях Погоди Ты сказал, что проект был на стадии тестов Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде Любой ценой А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться То есть, Энграмма рано или поздно победит? Да А из того, что я слышал о Сильверхенде Эта победа будет именно в его стиле Ну надо же Похоже, я стал легендой Воросаки Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове Ты одновременно и ты И Сильверхенд Я сюда пришел не на лекцию по философии Это не философия Это нейробиология Благодаря тебе я подтвердил свою гипотезу Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может хватит? Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в голове Даже если у него другое мнение, он не может меня заставить Не поспоришь, таких упертых носителей еще поискать Ты не то, чтобы с ним сражаешься Его влияние будет проявляться постепенно Медленно, но верно В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым Для прежнего тебя Ты же знаешь, кем он был Это не просто рокер, это фанатик Террорист Самоубийца Ну ебануться И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике Джонни, по крайней мере, не продался, как ты Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди Может он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку Слушай, а правда, хорошая же идея Слышь? Шучу Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает Знаешь что? Хватит с меня Ты тянешь время, что ли? Не пойму, не как ты пытаешься убедить меня, что бесполезен Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время Ну, наконец-то Я попытаюсь тебе помочь Если ты пойдешь со мной в Кантау Пытаться недостаточно Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону За мой счет Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь Их надо спасти Ебать мой лысый хуй Он совсем, что ли? Сам же сказал, что ты прав Забудь про Кантау Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще Могу отдать тебе данные по проекту Полную документацию Чертежи, расчеты Кантау предлагала за нее довольно много Данные у тебя? Нет, блядь, у тебя Нахуй нам сдался без них Ви Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов Не огорчай его Вдруг он тебе поможет Почти закончили Где данные? Лучше, чем ничего Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотреп? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен Он ваш Я вас оставляю Я надеюсь, мы договоримся На твоем месте я бы приложил все усилия Ви Я запомню это Ну, с Хельманом можно считать разобрались У меня язык, как наждачная бумага А, неужели Ви не дал тебе даже стакан воды? Блядь, что за... Возмутите Бесчеловечно Блядь Ты сразу почувствуешь разницу Я дам тебе цены и дам Нет, не стоит Да сядь ты, господи Это биочип? Ну, не третий же месяц беременности Очень смешно Шутки шутками, но выглядишь ты хреново Сука У тебя сердце барахлит Посиди, отдохни А то обнулишься, а нам еще дела делать Бла-бла-бла Ебать Росаку Бла-бла, блядь Взрывать ми кошек Ты че, правда превращаешься в меня? Не скажу, что я рад Ты ебаный манипулятор Циник и эгоист Ты открываешь рот только, чтобы кого-нибудь облить грязью Но когда нужно, мы ж нормально общаемся Может, пора чуть больше мне доверять? Знаешь, иногда ты бываешь просто очарователен Харизма так и бьет А потом я вспоминаю, что ты взорвал ядерную бомбу в центре города И ни на секунду не пожалел об этом Мне нужно было только уничтожить Микоши Поэтому я оставил Росаке время на эвакуацию Ты знал, что будут тысячи жертв Не обманывай себя Ты и сам убиваешь Значит, дело только в количестве Проблема это маньяк у меня в голове Маньяк в голове лицемера Я уже не понимаю, что делаю Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити А теперь хочу просто выжить Только перед лицом смерти Человек становится тем, кто он есть на самом деле Ты еще вполне успеешь кем-то стать Да, может быть А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем Даже не думал о поражении Не верил до самого конца Только сейчас начинаю понимать, что умер Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять Микоши как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит Просто не замечал этого Со мной делали, что хотели Я помню только Холод, темноту и страх Или это была твоя смерть Слушай, зачем вообще Арасака построила Микоши? Был бы я в голове Сабура Арасаки, а не в твоей Подкупая людей, промываем мозги Но только в Микоши ты можешь заглянуть им в душу Проанализировать ее и перепрограммировать Они собрали там неплохую коллекцию Все как один талантливые раннеры с убитыми душами Наверное, их как-то используют Как-то контролируют Власть над сердцами и душами Вот зачем все это Как обычно Корпорации всегда стремились управлять людьми Амбиции Сабура еще больше Он хочет управлять человечеством Да, теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши Ее не должно быть То, что там творится Причиняет миру больше горя и вреда Чем все войны корпораций Знаешь почему? Потому что ты в тюрьме навсегда Навечно Да ничто не вечно И вообще, для конструктов Микоши Время не движется Хуже всего, что они могут изменить твою личность А ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим Корпорации уже забрали у нас весь мир А теперь тянут лапой к нам Ты понимаешь, что ты делаешь со мной то же самое Что Арасака в Микоши? Да, понимаю Поэтому я хочу тебе помочь Идем У нас много дел Идем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...